Здравствуйте! Меня зовут Дима Лахович. Я дата-инженер, сейчас в компании LaModa. Я вам пришел сегодня рассказать… А давайте потише будем, ребят. Я вам пришел сегодня рассказать про такую штуку, как Apache Spark. У меня есть некоторый опыт работы с ней, и она достаточно интересная сейчас, потому что является, так сказать, универсальным инструментом индустрии обработки данных. Даже если у вас небольшие данные, но вы прикидываетесь компанию, у которой есть большие данные, вы, скорее всего, используете Spark. Ну, просто потому, что это модно, молодежно и удобно. Самое главное, это удобно и сильно удобнее, чем такие инструменты, как непосредственно писать MapReduceJob. Здесь мой, собственно, контакт. Там в конце еще есть мои контакты. Это если кому-то будет что-то непонятно, можно мне написать. Я, правда, не сразу отвечаю, но через какое-то время, надеюсь, вам отвечу. Собственно, Apache Spark. Apache Spark — это фреймворк, написанный на языке Scala изначально. Scala является языком GVM-платформы, поэтому, как бы, вот, собственно, он написан на Scala, является достаточно, как сказать, из-за того, что он написан на Scala, он является частью GVM-платформы, поэтому очень много программистов под фреймворк. И он сильно проще, чем… порог вхождения сильно проще, чем у Hadoop. То есть вы, в принципе, можете начинать разрабатывать, не имея Hadoop-кластера у себя на локальной машине. Вам ничего не надо, это просто банальная библиотека, вы ее ставите и можете тестировать, разрабатывать, а потом взять и запустить это предложение на большом количестве данных на кластере, и оно вам все быстро посчитает и будет счастливым. И вы будете счастливы. Можно там менеджеру показать, еще кому-нибудь показать. Можно, в принципе, неокры какой-то сделать. И, в принципе, он очень крутой, очень просто, очень круто. Но там на самом деле очень много проблем возникает, но это просто у вас они не возникли в Hadoop, эти проблемы. Мы просто уже до… это как вот с раком. То есть люди начали доживать до того возраста, когда у них рак появляется, поэтому вот люди начинают изучать проблемы новые. Вот. Давайте перейдем. Я… то есть Apache Spark, вот я взял вот эту… Я не мудрствую лукавую, я беру прям официальные источники. Это фреймворк для… унифицированный фреймок для анализа, скажем так, не унифицированный общего назначения. То есть, в принципе, он не регламентирует, какие задачи вы с помощью этого фреймворка решаете. То есть это там анализ графов, ETL, аналитика, еще что-то. Что вы сами придумаете, то вы можете решать со Spark. То есть он для широкого класса задач. В принципе, вы можете даже и стриминг с помощью него делать или еще что-то. Кто-то сделал из него MPP-платформу, по моему опыту. То есть вы массив параллел процессинг-платформу. И у него большое количество различных абстракций. То есть это есть Spark SQL, DataFrame, RDD, библиотека для машинного обучения, которая по самому моему составу, она в принципе… То есть там… не знаю, что сейчас для машинного обучения кто-нибудь пользуется? Ну, кто-нибудь является там, Каглером, там еще что-нибудь. Что для машинного обучения. Да, что вы сейчас для машинного обучения используете? Ну, ладно, у вас, может, было, не было. Ну, то есть смысл в том, что современные библиотеки, они в принципе работают на одной большой машине. Ну, например, да. Я просто не являюсь… у меня там как бы по соседству сидят очень умные ребята. Они математику знают, знают статистику хорошо. Я ничего из этого не знаю, но я знаю только то, что алгоритмы, которые встроены в MLlib, они по умолчанию распределенные. И ваши… они могут быть хуже, но они распределенные, они работают сразу на большом количестве машин. Там есть библиотека для графового анализа. Недавно добавили библиотеку для структурированного стриминга. Это, к сожалению, мы не уместимся в эту лекцию, но просто вот раньше там был микробатч стриминг. Это когда вы агрегируете данные там за минуту, за 10 минут там и так далее. То есть это не стриминг. Ну, и хотите с ними что-то сделать, но вы работаете со старым API, 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 API. А сейчас добавили вот, допустим, структурирование стриминга. То есть там куча-куча новых фич, куча-куча всего, и куча-куча компаний сейчас складывают свои ресурсы в Spark. Ну, то есть там Google, Apple, Microsoft, они пытаются контрибутить. Это достаточно большая платформа. Это уже в своем роде стало некоторым legacy, но что-то на смену еще ничего не пришло. Вот такая вот получается ерунда. И большое количество различных версий Spark существует. Я бы сейчас выделил это 1.6. Это Spark до датафреймов. И все, что выше там двушки. То есть там 2.3, 2.4 и так далее. То есть большое количество компаний строит свой бизнес на технологии Apache Spark. Тут я попал… на этом слайде я попытался перевести, что делает этот фреймворк хорошим. То, что будучи написанным на языке Scala, вы можете использовать его из различных языков программирования. Такие как Python, R. Я не видел пока ни разу, кто его использует, но люди, которые любят статистику, я слышал, любят R. И при этом у вас есть интерактивный shell. То есть когда вы Hadoop программа, мы produce программу, у вас вроде было, правильно? Пишите, там надо вам написать классы, там либо Python программу, там Hadoop streaming, то есть вы на sd-in, sd-out и так далее. Здесь у вас все значительно проще. Для прототипирования вы можете запустить Spark Shell и писать какой-то код, и сразу видеть результат. А еще моднее – это взять Jupyter ноутбук, или запилинный ноутбук, либо Databricks ноутбук, или там еще какие-то начали появляться ноутбуки, и прям писать, вот оформлять свой диссер, писать какую-то статистику, делать что-то интересное. То есть работать с данными, не думая о том, что вы пишете код, вы пишете какую-то аналитику по данным, и она у вас сразу запускается либо на локальной машине, либо на вычислительном кластере, который там либо вам компания оплатила, либо у вас в универе установили, либо это в облаке, и за это у вас сразу деньги списываются, там прям в онлайне. Но тем не менее это сильно снизило порог вхождение в область аналитики данных, и анализа данных, и вычисления над данными для простого человека. То есть в принципе сейчас на Spark пишут даже не программисты, а математики в том числе. Естественно, когда ты начинаешь заниматься анализом данных, большая часть данных это все-таки, это часто, чаще всего это первоначально это мусор, их надо сначала очистить и так далее, это не самая приятная работа, но Spark сильно упрощает отладку и дебаггинг еще просто потому, что человек пользуется своим удобным инструментом, и ему очень удобно, потому что есть Spark Shell, есть возможности запустить в ноутбуках и так далее. Собственно, на этом слайде я попытался перевести то, что было изначально, написано на предыдущем, что у нас вот какие есть у нас вообще, ну архитектурно, вот эту картинку я украл с сайта Microsoft по .NET Spark. В первоначальной поставке Spark поддерживает 4 языка, Java, Scala, R и Python. Но компания Microsoft, она тоже любит данные, она тоже вкладывается, и в принципе ничего не помешало ей сделать адаптацию .NET для Apache Spark. Она работает примерно так же, как и Spark R или PySpark. То есть есть ядро, есть какой-то API на Scala Java, то есть оно всегда более богатое, чем у остальных API. Есть какой-то слой для интеропа, то есть, например, как выглядит интероп следующим образом между Python и Python, ну PySpark'ом и core-частью написанной на Scala. Это выглядит так, то есть Python-часть просто подымает, Python-часть подымает обычную Java-часть и как-то просто с ней общается по унифицируемому протоколу, поэтому никто не помешал компании Microsoft добавить, добавить до .NET. В принципе, можно еще что-то добавить. Но основная идея, основная идея Spark-то заключается в том, что помимо того, что у вас большое количество языков поддерживается, у вас большое количество дата-сорсов поддерживается. То есть вы можете читать файлы, не обязательно с HDFS, вы можете читать их, допустим, с локальной системы. Вы можете даже кластерные вычисления закинуть, тоже считать. Вы можете… У вас, допустим, нет хранилища, но вы хотите все равно как-то параллельно посчитать. Вы можете запустить Spark на кластере, но использовать локальную файловую систему на каждой ноде. То есть вам надо на каждую ноду поместить один и тот же файл по одному и тому же пути. Ну, это как вариант. Это никто так не делает. Это плохой тон, но примерно это возможно. Есть большое количество различных коннекторов для GDBC баз данных, для NoSQL баз данных. Есть большое количество официальных-неофициальных поддержек форматов и так далее. Вам даже в принципе… Ну, то есть Hadoop, он работает вот на Hadoop, то есть там есть обязательно Ярн, есть… Ну, не обязательно, в принципе, вы не можете Hadoop, Ярн не включать. Ярн — это все лишь ресурс-менеджер. Собственно, это и акроним. Там HDFS и так далее. То есть Spark, он как бы и вещь в себе, то есть она может и со всеми работать, и может тесно сама по себе работать, и может работать в интеграции с чем-то, и у нее в принципе достаточно хорошая поддержка того, что есть в… Ну, вообще существует в мире из актуального, то есть там баз данных, там большие различные баз данных. Но ее основная фишка в том, что она понимает, если она, допустим, работает с HBase, ну, там у вас был HBase? Хорошо. Ну, HBase — это просто распределенная база данных, и нужно понимать просто, как там данные лежат. Она, Spark, понимает, как лежат данные в HBase, и работает с этими данными очень эффективно. Ну, это структурная схема. Вот там вот как бы… Разве это не так устроено, что там HBase API просто предоставляет? HBase… Сейчас чуть-чуть дальше я расскажу. Как это устроено, и как можно, в принципе, коннектор сделать. Собственно, какие бывают… Вот это тоже я как бы… Вот это вы можете найти в Google картинках. В принципе, можно расширять список до бесконечности. Это какие дата-сорсы поддерживают DataFrame IP. Мы сегодня не поговорим про DataFrame IP. Ну, мы просто не уместимся. Мы сейчас основную идею. Надо просто запомнить, что DataFrame IP — это просто API, которая работает над RDD и пытается чуть-чуть более высокий слой абстракции сделать, который оптимизирует план запросов логически, физически, и пытается… И потом он транслируется в RDD запрос. Это мы сейчас изучим. Давайте перейдем. Структурно выглядит это следующим образом. У нас есть… Как выглядит Spark программа? Это распределенная система, у которой есть мастер. Мастером у нас называется драйвер. И есть воркеры-экзекьюторы. На экзекьюторах происходят реальные вычисления, какие-то вычисления. И есть какой-то кластер-менеджер. Под кластером-менеджером мы подразумеваем какую-то вещь, которая выделяет ресурсы по запросу Spark драйвера. Ну, тип Ярн. Ярн – это кластер-менеджер в данном случае. То есть у нас каким образом происходит? У нас есть GVM-программа, которая называет себя драйвером. Она принимает на вход, что ей надо, принимает, что она там дальше будет делать. И Spark драйвер запрашивает у кластер-менеджера ресурсы для того, чтобы выполнить эту программу. При этом никаких вычислений по-хорошему на драйвере не происходит. Таким образом, вы можете по драйверу выделить свой ноутбук, а непосредственные вычисления будут где-нибудь там в Калифорнии считаться, или там в Норильске, или там не знаю, ну где угодно. То есть драйвер является single point of failure в данном случае. Вычисления происходят на экзекьюторах, экзекьюторы могут падать. Ну то есть у вас в процессе вычисления может что-то там упасть и так далее. Но Spark это заметит и пересчитает. Это большая, как и с Hadoop, это очень большой бенефит, потому что вы не за… из-за того, что у вас система распределенная, а вы не можете сделать каждый из компонент стопроцентно надежным. То есть у вас там может сеть упасть, у вас может в дата-центре выключиться электричество, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Ну просто банально сервер загорелся, и все, он не работает. Поэтому в принципе сделать single point of failure в виде драйвера можно… ну можно сделать single point of failure driver. Это сильно проще, дешевле, чем делать каждый из элементов надежными. Плюс у вас есть возможность там выделять, отбирать ресурсы у какого-то Spark вычисления. Ну просто потому, что пришла более важная джоба, на кластер вы часть экзекьюторов забираете вычисления и отдаете по другую джобу. Ну и плюс у вас кластер-менеджер, в принципе, может инициировать поднятие драйвера, если у вас все-таки упало все, ну драйвер упал. И он выделил ресурсы и запустился, ну начал еще раз пересчитывать. Так, какие варианты диплоймента? Ну тут я перечислил. Локальный Amazon, Standalone, Yarn, Kubernetes, Mezos. Возможно где-то еще. То есть в Яндексе говорят, ребята хотят под свой ять сделать. У них есть кластер. Вроде ять он называется. Под свой… Ну ведь, ну я не силен в терминологии, к сожалению. Это не очень хорошо. Но тем не менее, самое интересное, что вы можете всегда запустить это локально из ADE. То есть у вас в качестве Spark, у вас Spark драйвер и экзекьютор будут в рамках одной GVM крутиться, либо там можно настроить. И вы можете банально дебажить код прям в ADE. Это очень круто. Это очень удобно, это очень круто. Это не так тяжело. Ну не так тяжело в плане того, что вы можете это… Ну на машинах среднего ценового уровня, ноутбуках, компьютерах, вы можете это сидеть и разрабатывать. С Hadoop так не получится, ну потому что там сложнее. С тем более тяжелая, неповоротливая. Пу-пу-пу. Так. Пример. Давайте попробуем пример. У меня примеры будут на скале и на питоне. Кто там скалу знает? Есть кто-нибудь там? Джаву, скалу? Есть. Питон кто-нибудь знает? Ну вот, смотрите. Я вам просто приведу пример того, как выглядит программа на скале. А мы будем считать, что скалу – это псевдокод. Ну просто как бы… Это официальные примеры. У нас вычисление числа пи. Как выглядит программа? Собственно, у нас есть Spark, Spark Session, Builder. Ну это просто мы создаем какую-то Spark сессию. И там вот я не знаю на самом деле правильно, как считать число пи. Но вот так вот это выглядит. Так вот. Spark приложение всегда работает в рамках какого-то Spark контекста. Основа Spark приложения – это Spark контекст. Начиная с версии 2, официальный способ создания Spark контекста, он раньше был вместо Spark Session. Я бы сделал бы Spark контекст, там, get, там, установил бы какой конфиг и создал бы Spark контекст. Но сейчас он создается через Spark сессию. И вот мы вот тут вот видим, как я просто получаю значение Spark контекста через обращение. Ну, там, точечка, Spark контекст, параллайз и так далее. И считай. Так вот, вот это приложение у вас запустится как локально, так и на кластере из каких-то, из большого количества нод. То есть посмотрите, как это выглядит на скале, а теперь посмотрите, пожалуйста, как это выглядит на питоне. В принципе, ну, покороче, наверное. Но идейно оно выглядит точно так же. То есть у нас есть считывание, создание контекста, у нас есть количество партиций, по которым мы там, ну, сколько знаков нам надо от числа P. И у нас есть deff, ну, то есть мы какую-то функцию, которая рассчитывает часть вычисления. И вот оно вот так вот считает. И оно выводит результат. И это приложение запускается как локально, так и на кластеры. Вы, в принципе, вы можете, ну, то есть из сотен десятков, сотен машин вы можете запустить, выделить память и получить результат. Это сильно проще, чем писать в ходу приложения. И самое главное, вы это можете писать в ноутбуке или отлаживать в SparkShell. Причем SparkShell поддерживается тремя языками. Scala, Python, R. Java не поддерживается. Java добавили в десятой версии. Репл. Вроде, да, в десятой версии. Но Scala Spark пока официально работает на восьмой Java. Не знаю, там, с одиннадцатой что. Но тем не менее. WordCount выглядит… WordCount выглядит вот так вот. Я не знаю, как… Я уже не помню, как он выглядит на MapReduce. Но он, собственно, выглядит как… Вы создаете… Вы читаете файл. Передаете… Где у нас тут лямбда-то? Лямбду. После этого вы сплитите строчки на слова. Делаете лямбду, возвращающую ключ. Ключом является x. А потом делаете операцию reduce bucky. Spark вам нагенерирует все за вас. И выведет это на драйвере. Ну, вроде-вроде проще. Да? Вы писали WordCount для Hadoop. Ну, сильно проще? То есть у вас появился язык высокого уровня. Вы можете использовать язык высокого уровня нормально для работы с данными. Это то, что дал Spark. Это очень круто и очень, как сказать, правильно. Вам дают не так много ограничений, про которые вы должны помнить. Вы должны помнить просто потому, что вы разрабатываете на распределенной системе и некоторые вещи, они работают не так, как будто бы у вас больше компьютера с сплошной памятью, и вы там не можете. Ну, то есть, грубо говоря, вы используете reduce bucky, но у вас есть… налагаются ограничения на то, на то, как функция работает. То есть она должна быть как минимум там ассоциативной, коммунитативной. Подождите. A плюс B равно B плюс A. Вот этим основным свойством должна обладать эта функция. Ну и плюс она не должна, скажем так, то есть вы где-нибудь здесь определили переменную, которая там зависит от… Ну, то есть… То есть она… Spark налагает на те функции ограничений, на которые вы помещаете, вот, допустим, в reduce bucky. Это хорошо описано в документации. Я не буду сильно долго заострять на этом внимание, но тем не менее надо про это помнить, просто потому что у вас программа исполняется на большом количестве нод. Так вот, что здесь происходит? Я еще разик вернусь. Мы создаем сессию, создаем какую-то коллекцию, про которую мы в дальнейшем поговорим, lines. После этого мы совершаем какие-то операции, и после этого мы выводим результат. Так вот, на драйвере происходит следующее. Драйвер формирует план запроса и передает этот план запроса на выполнение экзекьюторам, после чего экзекьюторы возвращают результат на драйвер. Ну, и мы останавливаем Spark контекст. То есть работа… То есть задача драйвера – описать структуру того, что мы будем делать, а задача экзекьютора – считать. То есть нередки ситуации, когда на драйвер выделено там по 500 мегабайт памяти, а на экзекьютор – 10 мегабайт. И этот экзекьютор там, ну, где-то далеко. RDD. RDD. Я постараюсь… Собственно, по вот этой штуке Spark появился не просто так, а как университетский проект университета Berkeley. И статья, которая описывает саму идею, на чем основан Spark, она вот доступна по вот этой ссылке. Я попробую прочитать там правильное. RDD – это Resilient Distributed Dataset. Я не знаю, сильно с акцентом получилось или нет. Ну, вот я просто слышал на курсах курсеровских, что там говорят слово Resilient. Так вот, собственно, по этой статье описание, там всего 15 страниц. В принципе, я даже прочитал половину. Но статья, в принципе, соответствует тому, что описано в документации. Она передает основную идею. Она сравнивает, для каких задач хорош Spark, какие преимущества у Spark и какие недостатки. Основное преимущество Spark на задачах, которые требуют пакетной обработки данных, интенсивной пакетной обработки данных и при этом иногда итеративной обработки данных. Почему? Благодаря тому, что я дальше расскажу. Во сколько у нас пара заканчивается? Мне надо понимать. 30? 30? Отлично. Resilient Distributed Dataset. Я попытался перевести, чтобы было понятно. Эластичные стойки, Resilient. То есть у нас есть… RDD – это коллекция. Ну, то есть как в Python, Dictionary, List и так далее. У каждой коллекции есть какие-то операции, которые мы можем совершать над ней. То есть это распределенная коллекция данных, у которой есть какие-то свойства. Resilient. Эластичные стойки. То есть наша коллекция, она отказоустойчивая. То есть мы можем проводить операции над ней, и при этом мы можем не бояться потерять что-то. Мы можем не бояться физического уничтожения машин. То есть мы можем не бояться неверного результата из-за того, что какая-то машина упала. Мы можем либо получить результат верный, либо получить информацию о том, что результата не будет. Мы не получим какое-то неправильное число. Distributed. Коллекция распределена по нодам, по большому количеству нод, и это хорошо. Датасет — набор коллекции данных. То есть при этом эта коллекция, она типизирована. У этой коллекции всегда есть какой-то тип. Комплексный, то есть коллекция либо примитивов. Допустим, коллекция строк, коллекция чисел конкретного размера, int, double, либо коллекция каких-то сложных комплексных объектов, которые могут быть серилизованы, то есть сохранены из вида понятный языку программирования в какой-то файл, к примеру. И вот эти комплексные структуры данных тоже могут быть типом для RDD. Собственно, это является основной абстракцией Spark, на которой зиждется все вычисления. То есть всегда вычисления происходят с помощью RDD. Есть еще дополнительная API, которая, собственно, транслирует это в RDD. Но мы сегодня не поговорим о нем. Ну, я надеюсь, вы посмотрите. Потом я скину еще лекции чуть более насыщен. Там будет это все. Но, собственно, RDD, так как никто с Калой не знает, ну, примерно вот вы посмотрите вот на этот псевдокод. То есть это RDD, это вот мы указываем тип его. У него есть, он ссылается всегда на какой-то Spark контекст, и у RDD есть dependency. Какие-то dependency. Он ссылается на… Каждый RDD, каждая коллекция всегда ссылается внутри себя на какие-то другие коллекции, либо не ссылается, либо она является, допустим, коллекцией прародителем, и у нее нету зависимости. У RDD вот есть вот выделено некоторые, короче, свойства. То есть у нее есть всегда список партиций, функция, которая вычисляет каждую партицию, список зависимых RDD, то есть это как бы такая структура сложная, то есть она ссылается на другие RDD. То, как партицированы данные, это немаловажно при оптимизации запросов, ну, допустим, join. Это дальше поговорим. Список предпочитаемых мест, откуда будут браться данные. То есть если мы говорим о HDFS, то и у нас, допустим, Spark работает поверх Ярна. Spark будет примерно понимать, где расположены блоки данных для данного вычисления и будет, грубо говоря, с уважением относиться к этой информации, что позволит нам, что позволит нам оптимизировать, сделать наше вычисление очень быстро. То есть не будут данные гоняться по сети, это достаточно дорогая операция. То есть они должны там прогнаться по сети, сохраниться, еще что-то. То есть Spark понимает, где лежат наши данные и он сильно оптимизирует, собственно, запрос с учетом этого. То есть он умеет, он понимает, где лежат данные на HDFS, но в принципе никто не мешает научить Spark понимать, где данные лежат, допустим, в Cassandra, либо в HBase, либо еще какой-то другой базе данных. То есть это все… И это уже в принципе научено. То есть это уже… Какие есть дополнительные свойства? Данные пытаются… Spark пытается хранить данные, в отличие от Hadoop, в памяти, в оперативной памяти. Ну, сильно ускоряет доступ. Ну, если не получается, то он все равно, он может сохранить на диск. Данные иммутабельны. Иммутабельные что нам дает? То есть когда мы имеем один RDD и мы хотим получить новый RDD, ну, применяем какую-то функцию преобразования над этим RDD, данные исходного RDD никогда, ни при каких обстоятельствах, не меняются. Это дает возможность… Это дает некоторый overhead по используемым ресурсам, но не… Но дает большое преимущество при вычислении… При дальнейших оптимизациях. Это дает важное допущение. Дальше. Ленивые вычисления. Вычисления… На самом деле вы описали какое-то вычисление с помощью библиотеки. Вычисления по факту не происходят. Чтобы вычисление произошло, надо обязательно что-то сделать. Кэшируемость. Данные кэшируются. То есть так как мы сказали, что данные in-memory, вы можете посчитать какие-то вычисления и закэшировать эти результаты, и в дальнейшем использовать их повторно. Они уже будут лежать на тех экзекьюторах, на которых вы посчитали. И при этом… Ну то есть я говорил про итеративные вычисления. То есть вы посчитали, не знаю, какую-то статистику. Вы эту статистику потом еще будете прогонять по другим данным. И это все закэшировано. Это будет очень быстро. Hadoop так не умеет. Hadoop всегда надо сохранить в HDFS, а потом на каждой итерации пересчитать. А в той статье, которая была указана, прирост производительности в 40 раз быстрее Spark, чем Hadoop, просто из-за того, что мы данные закэшировали. Причем мы их могли закэшировать как в памяти, так и на дисках локальных. Да, на дисках медленнее, но оно все равно закэшировано на локальных дисках, не в HDFS, а на локальных дисках. Так далее. Параллельность. Все данные, все вычисления, которые мы выполняем над RDD, мы выполняем параллельно. Ну, собственно, про это и предмет. Данные типизированы. Ну, это я уже сказал, что это важно при работе с данными. Нужно понимать, какие данные у вас лежат, какого они размера и так далее. И поэтому оптимизатор Spark, он может сделать, он знает, какие примерно данные, он сможет сделать необходимую оптимизацию. Данные партицированы. То есть у нас, допустим, есть терабайтный файл на HDFS. Мы его считываем, и Spark, когда его считывает, он понимает, что, ну, эти данные можно разбить на 10 тысяч партиций, условно говоря. И в дальнейшем я расскажу. И, собственно, он уважает Spark. Он уважает, он понимает, как близко данные лежат. Это тоже немаловажно для перформанса. Ну, просто есть большая разница, когда вы сидите в офисе, и вам домой хочется, а у вас Hadoop Java считает там что-то, и этот отчет нужен. Есть разница между там четырьмя часами выполнения и пятью минутами выполнения, при том, что вы там еще ошибку допустили. Это на самом деле… Ну и плюс это в деньги все всегда вливается. Если вы в облаке работаете, вот у нас там пример, там забыли что-то облачное погасить, 600 долларов за выходные ушло. Я не знаю, что. Ну и, собственно, основная идея. RDD – одна коллекция, много партийций. То есть там вот. Это примерно схематично. Партийции. Перейдем к ним. Партийцией является логический кусок данных, на которые делится RDD. Я буду читать. Количество партийций… Ну, вы всегда можете указать количество партийций, на которые делится ваш RDD. Ну, типа, чем больше партийций, тем на меньше… на более маленькие кусочки данных разделены… на более маленькие кусочки разделены ваши данные. И партийция является базовой единицей параллельного вычисления. То есть, когда вы какое-что-то вычисляете, вычисление происходит над партийцией. То есть, грубо говоря, это какая-то локальная программа, над которой происходит вычисление. То есть, оно может быть там на двух ядрах одна партийция считаться, но при этом… Но при этом, собственно, вот так вот. Ну, то есть, вы считаете данные над партийцией какой-то. Ваша партия… Какое… Что важно? Чтобы просто ваша партия всегда… Одна партия всегда могла поместиться в оперативную память экзекьютора, на котором происходит вычисление. То есть, партия всегда выгружается в память при расчете… Ну, куда-то в память при расчете. Ну, это вот выглядит трейд, класс, который определяет партийцию Spark. Я прям залез в исходный код и скопировал отсюда. То есть, у нее всегда есть индекс. Ну, хэшкод equals. То есть, это не самые важные методы. А вот индекс — это вещь, которая ее характеризует. Содержит записи RDD. Можно управлять. Это я все сказал. Ну, и можно еще определить, как данные партицируются. То есть, по хэшу там, либо там… То есть, как распределены партийции. Это очень важно, потому что иногда у вас каких-то… Ну, word count вы считаете, условно говоря, и у вас там одного слова может быть там триллион значений, остальных чуть-чуть. Вы можете придумать какую-то хэш-функцию, которая там прибавляет рандомное число к вашему ключу и как-то партицирует. Ну, недетерминированно, но тем не менее вы как-то можете обработать датасет. Но это как вариант. Ну, и плюс это важно при join-ах. Что хорошо, вам не надо, в принципе, заморачиваться, если вы пишете Spark программу. Как правило, если стандартную, вам не надо заморачиваться там с партициями вообще практически. Вы просто пишете Spark программу и не задумывайтесь ни о количестве партиций, ничего. Это инструмент оптимизации для обычного разработчика. Следующее свойство я сказал. И последнее. Spark запускает только одну таску на партицию. Ну, то есть у вас нету такого, что с одной партицией работает сразу несколько, сразу несколько, по-по-по-по-по-эксекьюторов. Ну, и опять же, это приводит к следующему. Если у вас 50 партиций, а ядер на кластере 100, то 50 ядер будет простаивать. Поэтому надо сделать партиции больше, чем у вас ядер в вычислении. Обычно вы когда читаете из… То есть еще какая проблема. Вы изучали HDFS, там есть такая штука, как name-нода. Правильно понимаете? У name-нода есть проблема. Она не очень любит… Она любит большие файлы, не любит маленькие файлы. Если вы увеличите большое… сделаете большое количество партиций, условно говоря, большое… Что такое большое количество партиций? Зависит от задачи. И будете у вас там… Джаба будет запускаться там каждый день много раз. Вы укажете большое количество партиций. У вас чаще всего просто произойдет следующее. Количество партиций результирующего RDD будет сохраня… Ну, у вас будет столько же файлов. Вы просто будете сохранять большое количество файлов на HDFS, и name-нода вам не скажет спасибо, она будет медленнее работать и так далее. Ну, то есть это тоже инструмент оптимизации. На этом пока не стоит заморачиваться, но тем не менее это описано в документации. Ну и размер экзекьютора, то количество ресурсов, которые вы выделяете экзекьютору, а чаще всего… Ну, при создании SPAC программы вы указываете кластер-менеджеру, сколько нужно экзекьюторов, минимум-максимум экзекьюторов, количество памяти, которое вы хотите, чтобы было у экзекьютора, количество самих экзекьюторов, ну и количество процессоров на экзекьютор. Ну и для драйвера то же самое. Количество памяти на драйвер, количество процессоров ядер на драйвер и так далее. Ну, собственно, есть reportition функция. Она может изменить количество партиций вашего RDD, но она может вызвать shuffle. Shuffle — это такая мерзкая штука, которая заставляет ваш RDD, заставляет SPARC перемешивать данные по кластеру. Это очень дорогая операция, и ее надо сводить к минимуму. Это тоже, опять же, там документация и так далее. Просто если вы хотите, чтобы ваша программа работала быстрее. Но в большинстве случаев SPARC все сделает за вас. Есть функция там callize. Она делает то же самое, что и reportition, но в принципе она… Можно запретить shuffle. То есть у вас там было, условно говоря, миллион партиций, а вы сделали там 10 партиций. И у вас просто они… Создастся всегда новый RDD, который там 20 партиций содержится, и shuffle не будет происходить. Но это, опять же, не всегда shuffle избежать возможно. Операция на RDD. Собственно, мы переходим к основной сути. Есть два типа операции. Я не стал переводить. Есть transformation и action. У transformation… Transformation – это ленивые операции. Это, по сути, инструкция, что надо сделать на RDD. При этом RDD исходной не меняется. Вы просто описываете преобразование NandoRDD. И если вы что-то напишите с RDD с помощью transformation, ничего не произойдет. Просто построится логический план. Этот логический план у себя там внутри будет содержать… Мы можем там скрины увидеть через много слайдов, что там происходит с RDD. То есть создаться большая цепочка сложного дерева RDD, где RDD будут, собственно… где, собственно, будет большое дерево вычислений на RDD со сложными зависимостями и так далее. И мы, когда это все дерево строим, мы не делаем вычислений. Для чего? Потому что, первое, ну, их делать бесполезно, потому что мы еще ничего не запросили. Ну, то есть непонятно, для чего нам эти вычисления. Spark постарается не делать вычислений лишний раз. И второе, мы строим план, который позволяет нам в случае падения нод пересчитать. Пересчитать только те этапы, которые у нас упали. И из-за того, что у нас исходные данные не меняются, мы, в принципе, можем взять какие-то предпосчитанные данные, которые мы знаем, что они не изменились, и досчитать цепочку вычислений, чтобы у нас все равно получился результат. Даже если у нас, опять же, вышло из строя как оборудование. Тем не менее, там просто Spark запросит у кластера менеджера еще ресурсов, они на этих, и вычисления на этих ресурсах посчитаются. Какие бывают операции? Трансформейшны. Бывают вот такие вот. Ну, то есть там map, filter, flat map, map partition, sort by, group by, там, subtract, union, sample, там, kby, zip, и так далее. Ну, repartition, callize тоже не происходит. Никаких вычислений не происходит. Мы просто строим логический план запроса, и в случае там со скалой мы видим прям тип, который изменение и так далее. Мы пишем простую скалопрограмму. В принципе, мы можем даже написать локальную версию преобразования. То есть это, это по большей части имплементация скаловой стандартной библиотеки. То есть можно найти очень много в скалобиблиотеке очень похожих функций. По сути, она тоже самое делает. Это вот там синеньким выделены там сложными какие-то трансформации, про которые надо читать. Групп бальки. Это трансформация, которая выполняется над коллекциями RDD, у которых есть ключ-значение. Ну, то есть мы там можем сгруппировать по ключу, еще что-то сделать, еще что-то сделать. В общем, сделать все, что нам необходимо для аналитики. Но так как я сказал, что вычисления не происходят, нам надо что-то, что заставит наше вычисление. Даже join является, собственно, не вызывает никаких вычислений. Нам надо что-то, что вызовет вычисление. И это… А, да, я пропустил. Я пропустил. Так вот, трансформации, они бывают narrow, то есть когда одна партиица в другую отображается. Map-фильтр, к примеру. Union тоже, по сути, narrow. Ну, то есть мы создаем новые, да, вот это RDD, вот этот вот прямоугольничек, а это партиица. Ну, то есть мы один к одному отображаем. А бывают white-трансформации. Например, групп байки. Ну, то есть у нас… Не знаю. Многие ко многим отношения. Ну, то есть это более сложные трансформации, которые вынуждают при экшене данные перемещать по кластеру. То есть в случае narrow трансформации у нас, по сути, данные могут даже на тех же нодах остаться, и ничего там не произойдет. В случае таких трансформаций, вот таким трансформациям, они в результате оказываются дороже по вычислению. Но, к сожалению, они нам нужны, потому что мы делаем… К сожалению… Ну, потому что мы аналитику хотим делать, поэтому нам нужны такие трансформации. Ну, то есть у нас там есть там таблица… Join, к примеру. Таблица справочная и таблица по заказам. Мы хотим какие-то справочники объединить в результирующую таблицу. И… Да, нам нужен shuffle. Сложная трансформация какая-то. Ну, этого не избежать. Есть способы оптимизации и так далее. Способы оптимизации зависят от того, как ваши данные расположены, какого они размера, что с чем вы join'ите. Очень… Ну, то есть это сложно, но, в принципе, это возможно. Ну и, собственно, мы приведем к экшенам. Это то, что вызывает, заставляет наши Spark делать вычисления. Ровно до того момента, пока вы не вызовете экшен, ничего не произойдет. Вообще ничего. Кроме построения логического плана. На драйвере. То есть работает драйвер, он строит логический план, он там строит зависимые… Он там примерно представляет, сколько у вас там будет партиций и так далее, и так далее, и так далее. Он делает какую-то мета-работу, но экшен материализует. Вычисления. И вот такие бывают… Вот такие бывают экшены. Собственно, fold first take. Допустим, take он возвращает сколько-то там элементов из вашего RDD исходного. Но самое интересное там, допустим, save as text file и так далее. Куча различных сейбов. Ну, то есть вы эти данные куда-то сохраняете. То есть у вас был большой датасет, вы с ним что-то сделали, или у вас получился, как правило, маленький датасет, там какая-то таблица с результатами там продаж. Ну, вот мы вот там используем. Статистика различная, агрегации. Либо можно сделать какое-то побочное действие, сходить в какой-то сервис и так далее. Но transformation происходит много раз. То есть у вас в transformation, даже если он упал, вы описываете функцию так, что она не создает побочного, никакого побочного эффекта там нет. Ну, у вас, вы можете это в принципе сделать, но так не надо делать. То есть в трансформациях у вас не происходит, допустим, поход в какой-то внешний сервис, там отослать, к примеру, почту. Ну, к примеру, мы рекомендации с помощью Spark делаем по товарам и так далее. Не надо ходить ни в какие сервисы, потому что у вас нет гарантии, что трансформация выполнится ровно один раз, потому что трансформация всегда может упасть. Action, он либо выполнится, либо упадет, но он не вернет неправильный результат. Так, ну, то есть у вас там, это все надо читать, к сожалению, документацию. Все зависит от того, что вам надо. Собственно, это тоже Action. Ну, вот, собственно, это Spark Context. Допустим, опять же, возвращаемся к MapReduce на Scala. А не MapReduce на Scala. Мы просто хотим посчитать, у нас есть большой текстовый файл, мы просто хотим его посчитать суммарную там длину всех строк. Мы читаем файл, создаем здесь RDD. После этого мы пишем трансформацию, которая Lines, которая меняет тип, там, допустим, у нас на вход это RDD String. У нас будет RDD String, мы преобразуем его, трансформируем в RDD цифр, а дальше в Reduce мы просто суммируем все значения и получаем на выход суммарную длину всех файлов, которые у вас там на HDFS. Ну вот мы создали несколько RDD, да? Да. Да. Они все куда-то запишутся, да? Нет. Это просто на драйвере просто логический план запроса. Ничего не происходит абсолютно. Вы просто… Вот здесь вот вы просто RDD создаете. Если это файловая система, ну, SparkDriver просто сходит по тем локациям, просто поймет, какого размера файл, примерно представит, сколько там надо сделать, сколько RDD должен быть партицией, но он ничего не сделает с этими данными. Это еще transformation, да? Да. А вот если я какое-то действие RDD выполнил, Reduce, он… У меня только последний создастся? Ну, Reduce, он не сохраняет никуда. Он возвращает вам результат на драйвер. Ага. А если collect, то есть использование? Ну, collect… Возвращает все… Если есть функция collect, которая возвращает значение… Он выполнит все вот эти действия, а вы получите результирующий RDD, а если вы сделаете collect, результатом функции collect является массив. Не RDD, а массив. То есть action – это всегда функция, которая принимает на вход RDD, а возвращает не RDD, потому что RDD – это какая-то ленивая коллекция. Collect, ну, он прочитает… Он все это выполнит, потом вы сделаете collect, но если у вас очень много данных, у вас драйвер с out of memory упадет. Все. Ну, collect нет, вы же collect делаете. То есть у вас нет уже… Ну, в данной программе нет. То есть если я захотел, смотрю промежуточный результат, прям вручную обезьянку… Да, это мы сейчас поговорим. Мы сейчас поговорим. То есть для ваших сложных вычислений, если вам надо что-то предпочитать и потом во многих вычислениях сделать, у вас есть возможность закешировать. Закешировать в память, на диск и так далее. Shuffling. Shuffling. Я не стал много писать про него. Это процесс, при котором происходит перемещение данных. Оно происходит в результате, как правило, каких-то сложных narrow трансформаций. Тем не менее, у вас есть способ избежать его. Это там в секции, там как оптимизировать. Оптимизация. Нужно избегать его. Просто стараться избегать, но как бы… Есть хорошие гайдлайны, как лучше его избежать. Ну, потому что это приводит к тому, что у вас данные лежат на нодах, и вы начинаете их перемещать. Иногда у вас сеть медленная, иногда быстрая, иногда у вас диски медленные, иногда… Ну, то есть, это всегда медленнее, чем работа с памятью. Тут, к сожалению, не видно. Очень плохо видно. Но это я запустил у себя на ноутбуке PowerShell. То есть, я создал коллекцию key-will-you. Ну, это пример оптимизации. А, это вот я просто к чему… Как вот выглядит shuffling? Собственно, я создал коллекцию и попытался их join-ить. Потом вот у меня join там kv, join kvr. И можно построить, в принципе, то, что у вас там… Какой план построится? Ну, какие RDD-шки создадутся, какого типа. Они бывают разного типа. Вы, скорее всего, когда просто пишете Spark программу, вы про них не узнаете. Но, тем не менее, они разных типов бывают. И вот результат join. Ну, то есть, там, мы что-то с чем-то join-или. К сожалению, здесь плохо видно. А вот это вот Spark UI. Spark UI – это тоже очень хороший инструмент. Он идет в поставки всегда. Это то, как выглядит ваш запрос. То есть, у нас есть стейджи. Под стейджами понимается всегда какой-то… Ну, стейджи – это характери… Стейджи, они всегда между шаффлами. То есть, мы первый раз проализуем, ну, считываем коллекции, две коллекции, а потом происходит шаффлинг. Если вы посмотрите, вот это там 55 миллисекунд, 85 миллисекунд, а здесь там 1 десятая секунда. Ну, то есть, уже, ну, дольше. То есть, у нас мы считали первую коллекцию, это kv, это считали вторую коллекцию, а это у нас две коллекции. Вот она так красиво отрисовала. Там бывают очень красивые, очень сложные графики. Но, тем не менее, вы примерно представляете со Spark'ом, у вас есть понимание то, как происходит запрос физических, физически-логически. Так, кэширование. Собственно, вот ваш вопрос. Вы можете закэшировать данные. Вы посчитали RDD, а потом написали, ну, сделали какие-то преобразования, а потом сделали кэш, а потом какой-то экшен. Что произойдет? Когда вы сделаете, вызовете, вы можете вызвать, ну, персист, кэш, персист, это, ну, это функция, которая кэширует. Вот функция кэш, это функция, которая, это просто функция персист, вызванная с аргументом memory only. Вы требуете у Spark, чтобы он закэшировал RDD. И когда Spark видит, допустим, к примеру, следующее, вы делаете цепочку вычислений, трансформаций, потом делаете функцию персист, потом еще какую-то цепочку трансформаций, а потом какой-то экшен. Что произойдет? Когда вы сделали персист или кэш, ничего не произойдет, а когда началось вычисление, когда Spark, да, преобразует ваши RDD до вот этого момента, до которого у вас не было еще функции персист, он вот посчитает их один раз, закэширует, согласно тому, как вы указали ему закэшировать, но надо понимать, что у вас должно быть достаточно памяти на нодах. А потом дальше он сможет переиспользовать этот результат. Это очень важно для всяких итеративных вычислений. Там page rank. В статье прям расписана программа, как считать page rank. То есть очень советую прочитать. Ну и вы сможете, в принципе, для того, чтобы освободить память, сделать функцию персист. То есть вы передаете. Ну, по сути, персист возвращает… Единственное, там ограничение, что вы для выделенного дата фрейма не можете поменять сторож, ну, уровень хранения. То есть вы его задаете однократно. Ну, можно, в принципе, другой RDD создать и его закэшировать по-другому. Собственно, на этом слайде мы видим, что нам дает это все. И вот такие вот бывают, собственно, уровни хранения. То есть у нас может быть на дисках, в памяти, в памяти и на дисках, а в хип, ну, это джавовая такая особенность, что джава виртуал машина, она может еще во внешней какой-то памяти хранить. Но это обычно… Ну, вот я вот это ни разу не использовал. А в хип мне пока не надо было. Но это для каких-то особых там приложений и так далее. Потому что бывает сложно интеграция. Ну, плюс данные могут быть как-то сериализованы, не сериализованы. Поэтому вот столько вот. Мобинаторный взрыв такой происходит. Небольшой. Stage. Ну, собственно, как я вам показывал, Stage это просто то, это между, собственно, это то, когда происходит шаффлинг. То есть каждый шаффлинг создает, ну, это логически новый stage всегда. Ну, вот вы посчитали, что это у вас произошел шаффлинг, начался новый stage. Аккумуляторы. Ну, какие-то нужны примитивы для отладки. RDD это не единственный примитив, который дает Spark. Вам бы хотелось бы что-то считать распределенным. но при этом вы хотите какие-то счетчики. Для этого есть аккумуляторы. Аккумуляторы это, собственно, функция, которая вам позволяет что сделать? На драйвере проинициализировать какой-то аккумулятор с каким-то нулевым значением. Ну, нулевое значение это не всегда цифра 0. Это иногда пустая строка или пустой вектор, либо там пустой дикшнер. Ну, что-то, что вы хотите, но чаще всего это обычно каунтеры какие-то. Ну, то есть вам надо просто посчитать количество испорченных данных, и при этом вы просто это… В Spark они больше для отладки. Ну, и плюс они как-то внутри используются. То есть это еще один примитив, который вам, возможно, пригодится. Еще раз. Хадопа? Да. Ну, это одна из реализаций счетчиков. Ну, то есть вы можете сложные структуры делать. Я, если честно, очень давно не использовал счетчики Хадопа. Я уже даже не помню что-то. Ну, то есть это сложные структуры, но их описывать сильно проще. То есть их можно посмотреть. Вот так вот это все выглядит. Ну, там в UI-ке это все красиво и так далее. То есть Spark дает вам очень хороший UI, который позволяет вам оптимизировать программу. И вот на Scala вам вы просто стоите там аккуму, там long аккумулятор. А на драйвере, вот это for each, это action, который создает какой-то side effect, вы его просто добавляете. Ну, просто на разных экзекьюторах и так далее. Но у вас есть гарантия того, что он выполнится ровно один раз. Это в распределенной системе сильная достаточно гарантия. На питоне примерно то же самое. Тоже интеративно и так далее. То есть вы можете это делать. Но это больше для отладки. Как-то можно определить нестандартный оператор. Вам надо по сути доопределить метод reset. Это то, что создает нулевой аккумулятор. И то, и метод add. То есть там вот тут myVector просто, ну, вектор, как это использовать. В принципе, недавно добавили его возможность на… Там version 2, потому что я в последних спарках там просто сменили тип коллекции. И день он не поменялся, поменяли реализацию. На питоне, ну, тоже выглядит, даже покороче получилось. То есть. Но при этом там тоже есть какие-то ограничения, что там у вас там конкарный программ. Ну, то есть он не потокобезопасен и так далее. Это надо помнить. Какие особенности? Вы можете прочитать value только на драйвере. Exeggutor не знает значение аккумулятора и не может знать. Операция плюс равно допустима только в action. Ну, то есть что происходит? Вы запускаете свою программу, она вам там трансформации какие-то делает, а потом какой-то action совершается. Так как у нас нет ограничений на то, сколько раз выполнится трансформация, потому что у нас экзекьютор может упасть. Но есть ограничения, что, допустим, for each выполняется ровно один раз, то у вас нет гарантии в трансформациях, что у вас число, ну, какое-то число сложится ровно один раз, и вы не получите инконсистентность данных. Поэтому плюс равно допустим только в action. Ну и, собственно, трансформатор никак не влияет на модель ленивых вычислений. Если вы все-таки сделаете плюс равно в трансформаторе, то вы ничего не получите. Ну, то есть пока в action не запустите, у вас аккумулятор, с ним ничего не произойдет. Это немаловажно, что, по сути, экзекьютор вообще не имеет доступа к значению аккумулятора по одной простой причине. Это не предусмотрено. Экзекьютор просто передает одну вещь. Он передает, что он совершил операцию плюс равно, ну, плюс равно на драйвер, и он передает это просто с промежутком какого-то времени. А драйвер уже, на драйвере это все складывается в одну большую, ну, в какой-то каунтер. Собственно, о чем я говорил, то есть у вас здесь ничего не произойдет. Аккумулятор будет по-прежнему равен нулю. Есть еще примитив broadcast variables. Это Spark, в принципе, за вас делает распространение всех данных, которые вы там передаете и так далее. Но иногда очень удобно иметь заранее подготовленные данные на каждом экзекьюторе. Например, вы джойните две таблички. Одна большая, другая маленькая. Чтобы избирать шафла, вы можете эту маленькую табличку загрузить в память драйвера и драйверу сказать, чтобы он сделал эту переменную, эту табличку забродкастил ее на все надо. А потом, собственно, произошел джойн с бродкаст переменной. И у вас шафла не произойдет. Вы сильно оптимизируете запрос, просто потому что вы будете джойнить не два RDD, а RDD какую-то… То есть у вас получится не wide трансформация, а narrow трансформация. Вы сведете это к этому. Это вот пример оптимизации. То есть вы заранее определили какой-то маленький датасет. У вас… И при этом он распространился на все экзекьюторы. То есть на каждом экзекьюторе у вас будет по экземпляру. Собственно, вот так вот создается бродкаст переменной. Тр-т-т-т-т-т. Ну, к примеру. Ну, там int в скале. Для питона я сделал. Оп. Ой, ой, ой. Бродкаст переменной. Я здесь прошу прощения. Здесь не аккумулятор, а бродкаст особенности. Это проблема такая. То есть вот пример джойна. То есть вы можете сделать бродкаст джойн хотя бы в мэпере. Ну, то есть вы сильно можете оптимизировать программу, сократить ее выполнение на часы, на дни и так далее. Ну, я просто видел некоторые есть спарк джобы, которые несколько дней работают, но они реально большое количество обрабатывают. Десятки, сотни терабайт. Спарк все равно сколько обрабатывать, он в этом плане беспринципный, наверное. Там есть ограничения, но не имеет. И как это что происходит? Ну, по сути, спарк распространяет на экзекьютор. Вы вычисляете эту переменную, бродкаст переменную. Говорите, что она бродкаст. И он выделяет. И он, собственно, вы платите тем, что вы уменьшаете объем доступной памяти на каждом из экзекьюторов. Потому что каждый экзекьютор вынужден хранить по копии бродкаста переменной. Поэтому бродкаст переменной, ну, там они пару мегабайт, несколько мегабайт. Можно там 500 мегабайт, но это все равно. Обычно там экзекьютор, там по 4 гигабайта, там часть съедается на хранение данных. То есть это инструмент оптимизации, но надо его использовать осторожно. Ну и, собственно, бродкаст, он внутри себя сейчас уже использует битторрент, примерно битторрент протокол. То есть по нодам распространяется с помощью децентрализованного битторрент протокола. Датафреймы. Датафреймы. Про них мы, наверное, не поговорим, потому что… Нет, поговорим. Нет, не поговорим, к сожалению. Собственно, датафреймы – это следующий уровень абстракции, который можно будет… Я вышлю слайды к четвергу или к следующему вторнику. И можно будет поговорить. Собственно, наверное, давайте к вопросам перейдем, если есть какие-то вопросы. Сумбурно немножко вышло. Да, конечно. Кэширование. Вот у нас есть последующие трансформации, да? Да. В первой ситуации. То есть последующие трансформации, потом выполняется какое-то действие, но опять последующие трансформации и опять действие. Да. При выполнении второго действия у меня опять весь план? Нет, у вас вы… Вот где вы закэшировали? Нет, если я не кэширую, то у меня… Да, все будет, будет все заново выполняться. А если вы закэшируете, у вас будет возможность того, что… Вот в этом промежуточном шаге. Вы закэшируете только ровно тот датафрейм RDD, который вы указали, что его надо закэшировать. Вот. Не совсем понятно, вы говорили, что кэшируется на экзекьюторах еще. Да. То есть как это происходит? Мы какой-то RDD отправляем… Ну, мы это драйвер, так? Да. Отставляем на ресурс, а тот уже распределяет по экзекьюторам. Да. То есть он может вообще на самом деле, даже если RDD повторился, отправить его другим экзекьюторам. Да, да. Драйвер строит модель вычисления. Модель вычисления – это переход из одного RDD в другой. RDD имеет всегда ссылки на предков своих. И драйвер знает, как они вычисляются. У нас есть ланейдж какой-то. После чего драйвер говорит, дай мне… Ну, он заранее выделил экзекьюторы. И он задачи, что надо считать, он посылает на экзекьюторы. На экзекьюторах это считается и происходит расчет, собственно. Если мы говорим, что… Будьте здоровы. Если мы где-то говорим, вот у нас есть цепочка вычислений, потом мы пишем слово кэш либо персист, потом какой-то экшен происходит, он что сделает? Как в тот момент, когда мы запустим экшен, он запустит вычисление, вот эту цепочку вычислений, после чего увидит, что вот этот RDD надо закэшировать, закэширует его, потом еще какие-то трансформации выполнит, потом выполнит какой-то экшен. Ну, допустим, у нас экшен не сразу после функции персист. А, ну, он закэширует вот этот RDD, который мы промежуточно посчитали и так далее. Но, собственно, вы можете RDD использовать повторно. А закэширование происходит только в момент экшена? Да, кэширование происходит только в момент экшена. Я себе поймал на том, что в SparkShell, в SparkShell, если мы вызовем функцию кэш, оно почему-то у меня форсировало вычисление. Ну, я сначала принял, что вдруг это кэш, это экшен и так далее. Но на самом деле все прозаичнее. Мы когда в SparkShell что-то делаем, у нас SparkShell не явно вызывает просто функцию show. А функция show, ну, это для датафрейма больше, она, это экшен. После каждой строки интерактивной консоли у нас выпускается типа show. Да. Ну, то есть это как там от SparkShell зависит. Ну, собственно, да. Вот. Если просто посмотреть, на самом деле Spark… То есть вы можете… Он работает на разных операционных системах, работает в Mac, работает в Linux, работает где угодно. И сейчас я попробую показать вам. Собственно, вот у меня запустился Spark. Он поднял локальный драйвер… Поднял вот такую штучку. Вот он, он поднял, вот он драйвер. Там, не знаю, не знаю, фу. Вот. И типичная программа на… Секундочку, секундочку, секундочку. Так. Вот он, собственно, UI. Тут все отображается. Здесь можно взять, посчитать что-либо. Здесь у вас показаны аргументы, какие у вас, с чем запущены и так далее. То есть вы можете… Это у вас все, как сказать-то, учтено. Вопросы есть еще какие-нибудь? Нету? Давай, давай. Смотри, короче, получается, что Spark, там это хаду, выразительность не одинаковая. Как бы что делает Spark? Это он разменивает дисковое EO на CPU. Потому что на диске пишем, зато в несколько раз что-то считаем, что это нужно. Как бы нормальным определённым системам у них в TotalNake это CPU. У Spark тоже? У Spark тоже CPU. Понятно, да. Но как бы Spark… Spark более активно использует Memory. Вопрос в чем? Вопрос в чем, как бы здесь, как бы можешь как-то объяснить, зачем нужен Spark, потому что, как бы, непонятно, в чем ускорение, если у тебя… Ускорение… И Spark его активность. Ускорение в том, что у вас есть всегда… Есть возможность персистить данные в памяти. То есть вы это больше… И вы всегда строите… У вас вычисления ленивые, у вас всегда есть возможность оптимизировать эти вычисления. То есть вы на одном шаге выполните сразу несколько вычислений. Это больше явно выражено с датафреймами. То есть вы пишете цепочку преобразований, а Spark понимает, что вам на выходе надо и не будет, грубо говоря, грузить ненужные данные с дисков. Банально вы… Если вы хотите вывести, ну, по одной колонке чего-нибудь там, длину, он не будет грузить все остальные колонки. Ну, если… Но вы… Это все происходит… Ну, скажи, просто как бы у тебя… Как бы кластер работает, поскольку там есть ядер, больше из всего кластера с фрукту ты не выждаешь. Ну, естественно. И Spark активно эксплуатирует, поэтому общий фрукту кластер должен быть ниже, чем у Hadoop. То есть там… Если у тебя, как бы, твой персональный Spark, на котором никого нет, да, как бы там понятно, в чем он скорее. Понятно. А если у тебя Enterprise, и там Spark кластер, вот здесь уже не очевидно, чем Spark лучше того же Матодиуса. Тем, что он кэширует… У тебя между… У тебя всегда есть персист какой-то в памяти. Он более активно использует. У тебя… Если у тебя задача сложнее word count, у тебя всегда задача из большого количества, ну, стейджей состоит и так далее. То есть тебе надо что-то с этими задачами сделать. В случае с MyPredus'ом, тебе надо много сложных MyPredus'ов написать, которые ты не захочешь писать, если у тебя есть Spark. И тебе будет все равно на перформанс даже. С учетом того… Ну, ты человека не сможешь заставить писать. Но при этом у тебя… Ты пишешь… У тебя это будет выглядеть как одна программа, как Spark программа написана на питоне, на скале. Она будет читаться, и при этом ты сможешь кэшировать данные. На итеративных вычислениях есть сравнение в статье, на которую ссылка есть, берклевская. На итеративных вычислениях Spark показывает на тех же моделях до 40 раз прирост. Просто за счет того, что ты предрассчитал RDD, а потом этот RDD многократно используешь, потому что он у тебя закэширован либо в памяти, либо на локальных дисках экзекьюторов. Ну, то есть, если тебе надо там 10 раз сджойнить, то есть ты посчитал что-то, а потом тебе надо с 10 разными справочниками это все сджойнить. У тебя уже все предпосчитано. То есть ты промежуточные все этапы сделал. Если ты не… То есть ты сначала выгружаешь данные, очищаешь их, что-то с ними делаешь, преобразование и так далее. В случае с Hadoop ты будешь это делать ровно столько итераций, сколько… Ровно столько итераций, сколько у тебя там… Ты будешь вечно сохранить сначала на HDFS, потом тебе надо будет опять поднимать мой предюс, считывать эти данные, производить новую итерацию, опять сохранять их, потом опять то же самое. У тебя Spark более активно использует рам кэширования. Ну и плюс у Hadoop, у Spark более ярко высокоуровневый API, ну это с точки зрения разработки, и сильно много коннекторов больше. Плюс есть возможность пискать сайт… Плюс у него есть репл полноценный. У Hadoop этого нет. Понятно. А с гидридом ты не работал? Нет. Это не Ignite случайно. Не помню кто это. Это ускоритель Hadoop, который умеет всасывать в память. Ну их много разных. Есть вокруг Hadoop экосистемы крутится большое количество стартапов. Они… Некоторые стартапы даже выполняют свои обещания. Есть, допустим, лэйр, который мапит Hadoop HDFS в оперативную память. То есть у тебя вместо HDFS у тебя по факту хранится… HDFS по факту хранится в оперативной памяти. Axolio это называется. И это очень любят на всяких различных ну аналитических джабах. Допустим, Прест это любит. Поверх Axolio работает. Ну то есть Spark, он сильно более универсален. Он позволяет легче решать более широкий класс задач из коробки, чем MapReduce классический. И сильно проще. Спасибо. Спасибо.